Как же бороться с коррупцией? Более 200 предложений за три недели поступили в партию Нур-Атан. Напомню, с 8 июля по всей стране обсуждают проект программы по противодействию коррупции. Документ рассчитан на 10 лет и должен начать работу уже со следующего года. Наши корреспонденты выслушали самые интересные инициативы. Разрешительные процедуры должны стать прозрачнее. Для этого в Караганде предложили усилить общественный и партийный контроль за работой государственных органов. Антикоррупционное образование в школах, колледжах и вузах также может стать хорошей мерой для профилактики. Но самый ощутимый эффект карагандинские нур-атановцы ожидают от правильного семейного воспитания. Мы надеемся, что наше предложение войдет в этот проект. Потому что если в семье воспитание должное не дают, потом бесполезно переучивать. Воспитание должно начинаться с родителей. Только после этого у молодежи может быть уважение к духовным ценностям и труду. Вовлечение в антикоррупционное движение всех слоев общества считают наиболее эффективным способом борьбы партийцы к злорды. В октябре к обсуждению антикоррупционной стратегии подключились и сотрудники областного филиала Казпочты. Сотрудники также высказали свой взгляд на проблему. Как говорится в программе, борьба с коррупцией – это долг каждого гражданина Республики Казахстан. С этим высказыванием я полностью согласен. В проекте правильно отражены многие аспекты. Население имеет право на свободный доступ к информации, а работа госорганов должна быть прозрачной. Я думаю, в документе учтены все меры по борьбе с коррупцией. При этом главным участником антикоррупционных мероприятий в Нуратане хотят сделать молодежь. Будущее страны зависит от подрастающего поколения. В общей сложности за период обсуждения антикоррупционной программы в партию поступило свыше 200 предложений. Их учтут в итоговом документе, который должен начать работу уже со следующего года.